Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». Приятного просмотра! Остров Ява, 1942 год. Сержант Гэнга Хара зашел в хижину и приказал полковнику Лоуренсу пойти с ним. Между делом он вломил палкой другому военнопленному. На поляне лежали двое связанных мужчин. Произошел возмутительный случай. Хара с ними лично разберется, а Лоуренс будет свидетелем. Полковник жил в Японии еще до войны и отлично знает язык. Охранник-кореец ночью пробрался в камеру к голландскому пленнику и порезвился с ним. Хара пообещал, что если охранник повторит это прямо сейчас у всех на глазах, то он позволит провинившемуся совершить харакири. Лоуренс попросил прекратить. Неужели Хара добивается, чтобы он просто возненавидел всех японцев? Разве недостаточно вы его унизили? Унизили? Он даже не сопротивлялся, когда его насиловали. Голландец Де Йонг после произошедшего не может стоять на ногах. Полковник стал звать японского капитана, чтобы остановить издевательство. В это время охранник выхватил меч и тыкнул им себе в живот. Хара веселясь уже хотел отрубить корейцу голову, но тут сюда подошел капитан Йоной, комендант лагеря. Хара обещает, что оформит все как несчастный случай, и семья охранника будет получать пенсию за него. Капитану сейчас некогда заниматься этой ерундой. Он явился в Батавию на суд. Обвиняемый Джек Селлерс, майор британской армии. С четырьмя подчиненными он вел партизанскую войну. Англичане напали на автоколонну, убили рядового и ранили еще четырех японских солдат. Обвинение настаивает на смертном приговоре. Селлерс сам сдался в плен и сразу назвал свое имя. А вот японский солдат никогда бы не сдался и не назвал свое настоящее имя, заявил Йоной. Майор сдался, потому что в обратном случае японцы грозились перебить местное население. Селлерс ждет решения суда. Скорее всего, его ожидает расстрел. Правда, сейчас новые офицеры любят рубить мечами белые головы. Но суд отложил решение по делу Селлерса. Англичанин поиздевался над охранниками и надерзил офицеру, за что сразу был избит. Селлерса все-таки привели на расстрел. Его подвесили на цепях и хотели закрыть глаза повязкой. Но майор не дал этого сделать. Солдаты направили винтовки в сторону пленника и сделали выстрел. Но патроны были холостыми. Хорошая шутка, сказал Селлерс. Лоуренс разбудил Хару и попросил защиты для пленника Де Йонга. Дело в том, что после того инцидента с охранником, к нему могут начать переставать другие заключенные. Да все вы англичане, гомосексуалисты, рассмеял Сахара. Их разговор прервал солдат. Прибыл новый заключенный. И еще один гомосексуалист. Избитый Селлерс сразу упал на землю. Лоуренс подбежал ему помочь, но тут же был избит охранником. Охранник же получил по лицу от капитана Йонои. Лоуренс рассказал, что ранее служил вместе с Селлерсом. По какой-то причине капитану интересен этот новый пленник. И ему хочется, чтобы он поправился. Йонои вызвал к себе полковника Хигсли. И потребовал назвать имена лучших экспертов по оружию среди военнопленных. Но офицер отказался это делать. Изможденные европейцы возвращаются с работ. Лоуренс посоветовал Хигсли не хитрить. И не дерзить японцам, если он хочет вернуться домой. Лоуренс какое-то время поживет в лазарете, чтобы присмотреть за Селлерсом. Ночью сюда пришел Хара и спросил у друга англичанина, почему новенького пощадили и хотят сделать его новым командующим вместо Хигсли. Видимо, он понравился Йонои. Лоуренс, а почему ты до сих пор жив? Я бы восхищался тобой, если бы ты убил себя. Хара удивляется. Как такой хороший офицер, как Лоуренс, может выносить этот позор, быть пленным? Видать, англичане просто слабаки и боятся смерти. Хара взглянул на Селлерса. Какая дурацкая физиономия. Хотя глаза красивые. Сюда же пришел и Йонои. Он приказал вылечить майора как можно скорее. Пленных разбудили боевые выкрики капитана Йонои. Он каждый день упражняется с мечом. А когда в лагере появился Селлерс, стал тренироваться еще упорнее. Лоуренс через Ахару попросил коменданта так сильно не кричать. Это беспокоит больных. Но Йонои согласился вести себя потише только ради одного человека, Селлерса. Видимо, он чувствует родственную душу в пленном майоре. Йонои объявил, что завтра пройдет казнь солдата, который позарился на задницу пленного голландца. Хигсли возмущен, что их заставляет наблюдать за этой жестокой церемонией. Сначала катану с обеих сторон облили водой. После кореец расстегнул рубашку и трясущимися руками направил в сторону живота 30-сантиметровый кинжал. Он совсем немного поранил свою плоть, чем нервирует солдата с катаной. Хару все это достало. Он приказал двум другим солдатам поднять преступнику голову и самолично ее отрубил. Де Йонг стоял ближе остальных и от шока откусил себе язык. К сожалению, парень его проглотил и задохнулся. После этого между Хигсли и Йонои произошел спор. В результате капитан запретил двое суток давать пленным воду и еду. Это якобы должно сделать их дух более сильным. Хигсли в шоке от того, насколько эти японцы странные. Во время переклички Селлерса в бараке не было. Оказывается, он отлучался, чтобы принести цветы, которыми перекусят голодные пленники. Но под ними в корзине была спрятана настоящая еда – пирожки Манзю. Селлерс раздал их голодающим. Лоуренс теперь переживает, что их накажут за неподчинение. К бараку направились японские солдаты. Пленники постарались спрятать остатки еды. Но Селлерс их попросил не беспокоиться. Он возьмет ответственность на себя. Также он запретил убирать цветы с койки де Йонга. Во время инспекции японцы быстро нашли припрятанные Манзю и стали избивать пленников. Селлерс рассмеялся и сожрал один из цветков. Остальные заключенные поют поминальный гимн. Лоуренс соврал, что это рождественская песня. Но Хара понял, что он врет, и избил офицера. Селлерс, ухмыляясь, съел еще один цветок перед Йонои. Кроме еды в бараке было найдено радио, спрятанное во фляге. В этом обвинили Лоуренса. Селлерса кинули в карцер. Ночью к нему в клетку попытался проникнуть помощник капитана Йонои. Но ему оказал сопротивление охранник, которого пришлось перерезать. Солдат открыл дверь и подкрылся к Селлерсу. Но тот лишь притворялся спящим и вырубил нападавшего. Англичанин смог сбежать. Он нашел подвешенного Лоуренса. Селлерс намерен спасти его. Даже несмотря на то, что полковник не может ходить после наказания. Но тут беглецы столкнулись с Йонои. Он достал катану, надеясь сразиться с Селлерсом. Но тот просто выкинул свое оружие, что возмутило капитана еще больше, чем побег. Джек, мне кажется, ты ему приглянулся. Йонои спросил у своего помощника, почему он пытался убить Селлерса. Подчиненный заявил, что пленник не человек, а дьявол, который уничтожит дух его капитана. С этими словами солдат сделал себе Харакири. Лоуренцу покалечили ноги, поэтому он с трудом сел напротив капитана Йонои. Проходит поминальная церемония по совершившему Харакири солдату. В таких случаях семья не получает пенсию. Поэтому в отчете они указали, что солдат погиб в бою. Вскоре и семья Лоуренса начнет получать за него пенсию. Сержант Хара рекомендовал казнить англичанина. Если Лоуренс так и не расскажет, кто принес в лагерь радио, наказание понесет именно он. За преступление кто-то должен ответить. Да, ты понимаешь, Лоуренс. Ты должен умереть для меня. Лоуренс стал проклинать японских богов и постарался помешать церемонии. Также Йонои сказал, что Селлер его разочаровал. Он позволит Лоуренсу перед смертью повидаться с майором. Итого кинули в клетку к боевому товарищу. Мужчина сделал вывод, что японцы сошли с ума всей нацией. Господи, как бы я хотел, чтобы они перестали меня бить. Сказав это, обессиленный Лоуренс вырубился. Селлерс также понимает, что обречен. Ему уже не весело. Утром он рассказал другу историю из своей юности. У его младшего брата был горб, но вместе с тем ангельский голос и отличный слух. В церкви он посмеялся над другими ребятами, которые фальшивили во время пения. На следующий день толпа пацанов поджидала мальчика, чтобы отомстить ему. Джон отвлек хулиганов на себя, чтобы брат смог убежать домой. Но его самого за это сильно избили. Пацаны отстали от Джона только когда братишка привел сюда священника. Ночью мальчик расплакался. Он уверен, что старший брат его также ненавидит. Однажды для него наступил самый страшный день. Мальчику пришлось пойти в школу. Там же в старших классах учился Джон. Новичков подвергает жестокой инициации. Джону предложили сделать исключение для младшего брата. Они не трогают детей с какими-либо проблемами. Но Джон сказал, что все в порядке. Он имел большой авторитет в школе и стеснялся брата Горбуна. Поэтому даже не подошел к нему после уроков. Толпа окружила мальчика в школьном дворе. И его заставили петь. Все ребята застыли на месте. Настолько он хорошо поет. Но несмотря на это, бедолагу продолжили пинать. Мальчик звал своего брата на помощь. Но тот стоял рядом и никак не реагировал. Все закончилось тем, что ребенка раздели и кинули в воду. Джон соврал, что ничего не видел. С тех пор его младший брат больше никогда не пел. Но у него в жизни все сложилось хорошо. Младшему досталась ферма. Он женился. А Джон Селлерс оставался ничтожеством в свои 32 года. Поэтому он ухватился за войну, будто за возможность искупления. На Рождество обоих пленников привели к пьяному и веселому сержанту Хара. Сегодня он для них Санта-Клаус. В помещение вошел Хигсли и объявил о том, что Селлерс и Лоуренс свободны. Их казнь отменяется. На следующий день Лоуренса привели к капитану Янои. Хара рассказывает, что после допроса один китайский заключенный признался в том, что это он пронес радио в лагерь. И его казнили. Хара был неправ, обвинив Лоуренса. Но Янои недоволен тем, что отпустили Селлерса. А Хигсли снова отказался называть имена лучших специалистов. Всем шестистам военнопленным было приказано собраться на плацу. Их окружили японские солдаты. Зачем-то зарядили пулемет. Сюда приехал капитан Янои. И обвинил Хигсли в том, что он собрал не всех заключенных. Поэтому пришлось тащить даже тяжело больных и раненых из лазарета. Рассверепевший комендант кричит на инвалидов и избивает их. Якобы они все перетворяются. Они больны не физически. У них слабый дух. Один парень завалился на землю и через несколько минут скончался. Янои подозвал к себе Хигсли и еще несколько офицеров. Сколько в лагере специалистов по боевой технике? Таких нет, сэр. У Янои кончилось терпение и он приказал казнить Хигсли. Мужчину поставили на колени, а капитан обнажил свою катану. Вдруг впритык Янои подошел Селлерс. Японец возмутился и кинул его на землю. Но майор тут же встал и дважды поцеловал Янои в щеки. Враг обесчестил капитана, но тот все равно не смог заставить себя зарубить Селлерса. А англичанина избили его подчиненные. Через несколько дней была вырыта яма. Майора со связанными руками и ногами поставили в эту яму и стали засыпать песком. Вместо капитана Янои был назначен новый комендант. Он будет действовать куда жестче, чем его сентиментальный предшественник. Через несколько минут над песком осталась торчать только одна голова Селлерса. Проходящие мимо солдаты отдают честь погребенному мученику. Как ты их понимаешь, да, Лоренц? На твоем месте я совершил бы характери. Все военнопленные поют в поддержку храброго майора. Англичанин также шевелит губами. Ему привиделось, будто он вернулся к маленькому брату, чтобы наконец попросить у него прощения за свой подлый поступок. Джек снова услышал пение своего братишки. Ночью в загон к Селлерсу пришел капитан Янои и достал нож. Но не для того, чтобы остановить его страдания. Японец срезал прядь волос, после чего также отдал Селлерсу честь. До следующего утра майор уже не дожил. 1946 год. Прошло 4 года. И вот Лоренц приехал проведать своего заключенного японского товарища. Хара успел отправить письмо англичанину в самый последний момент. Завтра его казнят за военные преступления. Лоренц рассказывает, что капитан Янои отдал ему прядь волос Джека Селлерса и попросил отвезти ее в храм в его родном городке. Самого капитана Янои уже казнили. Хара вспомнил то Рождество, когда он сильно напился и выпустил Лоренца. Они оба рассмеялись. Еще немного посидев, мужчина поклонился смертнику и попрощался с ним. Хистливого Рождества, мистер Лоренц.